Коллеги, добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о том, как работать со скриптом загрузки данных более углубленно. И рассмотрим такой пример, как мастер-календарь. Что это, зачем используется в Clicksense и как мы можем сделать то же самое при разработке своих дашбордов. Для начала давайте посмотрим на тот пример, который мы создавали в прошлый раз. На те тестовые данные. Перейдем в редактор загрузки данных и видим, вот этот код был создан автоматически через диспетчер данных. Диспетчер данных загрузил тот прекрасный пример, который нам предоставил Microsoft. Вернемся в редактор загрузки данных и первое, что сделаем, нажмем на кнопочку «Разблокировать». Это позволит нам отвязать наш код от того, что происходило в диспетчере данных и позволит нам редактировать его вручную. Разумеется, после этих изменений обратно мы вернуться уже не сможем, но ничего страшного, мы сделаем все сами. Удалим всю лишнюю информацию, оставим только вот эту табличку. И вот эта строка нам тоже не нужна. Сохраняем. Секунду. Это спойлер. Сохраняем. И нажимаем кнопочку «Загрузить данные». Данные успешно загружены. Теперь давайте произведем над ними некоторые модификации. Расставим здесь запятые. Таким вот образом. И удалим лишние запятые здесь. Поменяем немножко форматирование колонок под более удобную, чтобы можно было легко комментировать. То есть, когда мы делаем, расставляем запятые таким образом, то мы легко можем закомментировать любую строку, и у нас не будет никаких ошибок. А если запятые будут с другой стороны, то ошибки могут возникать. Сейчас мы загрузим все данные и посмотрим, как это выглядит на нашей визуализации. Выведем обычную диаграмму. Давайте выведем линейную диаграмму. Линейчатую. Добавим измерение по датам. Добавить даты. И, например, сейлс. Количество продаж. Как-то так это выглядит. Вот. Мы видим, что у нас есть продажи с... Давайте отсортируем. Двенадцатый, да, надо отсортировать по датам. Сортировка. Поставим дату на первое место. Да, теперь у нас все будет более красиво. Мы видим, что у нас идут продажи по месяцам. То есть, вот сентябрь, октябрь, ноябрь и так далее за каждый год. Если бы у нас не было записи о каком-то конкретном месяце, в данном случае у нас был бы пропуск. Давайте так и сделаем. Например, удалим май. Для того, чтобы при загрузке произвести какие-то изменения, мы можем использовать такое ключевое слово, как where, где название месяца равняется май. Просто пишем так же, как и произносим. То есть, загружаем таблицу отсюда, от этого коннектора, по таким правилам, где имя месяца равняется май. Теперь мы видим, что у нас загрузился только май. Для того, чтобы исключить это значение, можно написать ключевое слово no. Теперь у нас будут загружаться все данные, где имя месяца не равно май. Вот это слово переворачивает наше логическое выражение и делает его обратным. Теперь еще раз загрузим данные. Теперь у нас загружены все данные, в которых нет мая. То есть, месяц май мы просто выкинули. Мы видим, что вот март есть, апрель и пятого месяца у нас нет. Это стандартная ситуация. Если мы, например, хотим делать детализацию по дням, вполне возможно, что где-то у нас продаж не будет. И если у нас в этот день нет продаж, значит у нас нет измерения, которое бы позволило нам это вывести. В данном случае нам нужно специально, искусственно добавить недостающее измерение. Как это можно сделать? Для этого мы зайдем снова в наш редактор загрузки данных и создадим такую вещь, как мастер-календарь. У меня уже есть подготовленный код для вас. Давайте его немножко разберем и отформатируем. Мастер-календарь мы будем создавать по датам, но внутри него будет еще и разбивка по месяцам, по годам, по кварталам. Смотрите, когда загружается таблица, да, вполне нормально, мы просто не загрузим май и посмотрим, что из этого получится. Скопируем поле дата и поменяем здесь на нужное поле. Это нам не нужно. Сейчас мы постараемся достаточно просто разобрать по блокам, как все это работает. Смотрите, в этом блоке мы выбираем из нашей таблицы минимальную и максимальную дату, используя ключевое слово Distinct. Distinct разрешает нам загрузить только одно значение, одно уникальное значение, то есть одно уникальное поле будет загружено. И так как у нас минимальная и максимальная даты всегда одинаковые, то то, что мы загружаем из данной таблицы, из данной таблицы будет всегда только одна запись. То есть у нас может быть одно минимальное значение, одно максимальное. И когда мы их вместе загружаем с ключевым полем Distinct, у нас получается таблица, которая задержит только одну строку с минимальной и максимальной датой. Дальше с помощью функции Pick мы выбираем из поля TMPDataMin значение и из поля TMPDataMax значение. Функция Pick позволяет вам выдергивать какие-то необходимые вам значения из загруженных таблиц. Я рекомендую обязательно посмотреть с помощью справочника официальную справку по поводу данной функции и разобраться, как она работает. Это достаточно важно. После этого мы создаем собственный календарь. Мы его создаем в цикле с помощью while, функции while. Сейчас объясню, как это работает. Это немножко сложно. Мы объявляем о том, что у нас создается новая таблица. После этого у нас идет загрузка конкретного поля этой таблицы. Еще после этого мы пишем ключевое слово autogenerate, которое сообщает редактору загрузки данных ClickSense, что он должен добавить новую строку в таблицу. И после этого мы говорим до тех пор, пока наша минимальная дата плюс, вот это я сейчас объясню, что такое, меньше либо равна нашей максимальной дате. И получается такая вещь, что мы пробегаем в цикле от минимального дня до максимального дня, добавляя по одной записи в таблицу. Как происходит именно этот пробег? С помощью функции iter.no она возвращает номер итерации. То есть смотрите, у нас есть минимальная дата, у нас есть максимальная дата. И нам нужно пробежать по каждой дате между ними, по каждому дню между ними, добавив их в таблицу. Именно это здесь и происходит. Мы загружаем минимальную дату, которой прибавляем номер шага минус один. Давайте даже вот так вот сделаем. Для чего это нужно? Потому что первый шаг начинается с единицы. И если мы к минимальной дате сразу прибавим единицу, тогда... Ну, представьте, у нас минимальная дата – это 1 сентября. И мы к 1 сентября прибавляем один день. Получается 2 сентября. И начинается наш календарь со 2 сентября. Но это неправильно, потому что у нас есть записи еще и за 1 сентября. Если мы не отнимем единицу, то записи все за 1 сентября, просто как в этом измерении, пропадут. Мы их не сможем увидеть. Поэтому нам нужно обязательно отнимать единицу от нашего счетчика и прибавлять уже полученное значение. После этого у нас идет автогенерейт, который добавляет эту строку в таблицу. И цикл while позволяет нам проверить, надо ли нам останавливать этот цикл. Цикл while работает по принципу до тех пор, пока что-то не произошло. До тех пор, пока минимальная дата плюс номер итерации меньше, чем максимальная дата, мы будем повторять это действие. Как только у нас максимальная дата плюс шаг итерации сравняется с нашей максимальной датой, тогда этот цикл остановится и наша таблица будет полностью загружена. С этим разобрались. Можно посмотреть, если сделать вот так, что там будет храниться в наших данных. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Нажимаем кнопочку «Изменить лист». Опять добавляем. Выведем просто это в табличку. Посмотрим, как будут выглядеть наши даты. Временно. TMP календарь. Добавить TMP дата. Ну и небольшие модификации проведем. Преобразуем числовой формат даты в обычный формат. В обычный формат. Отлично, изменение завершено. Ну и теперь мы можем видеть, что у нас все даты с 1 сентября 2013 года по 1 декабря 2014 года. Так, нет, 1 декабря нет. Вернемся в редактор загрузки данных. И добавим здесь тоже минус 1, чтобы правильно посчиталось и загрузилось недостающее поле. Листаем вниз. И да, мы видим теперь, что 1 декабря 2014 года тоже загрузилось. И наша таблица должна работать теперь хорошо. Сейчас у нас нет связи между вот этими временной таблицей с датами и нашей визуализацией. Для того, чтобы связь простроилась, нам нужно переделать эту таблицу в что-то более подходящее. Теперь мы преобразуем эту таблицу, меняя поле tmp.data на ключевое, чтобы понятнее было, что происходит. Добавим сюда проценты и здесь переименуем поле тоже на date. Смотрите, что происходит. Мы загружаем единственное поле из колонки tmp-календарь и различным образом его обрабатываем. Здесь мы загружаем ключевое поле data, здесь мы загружаем год, здесь мы загружаем наименование месяца. На самом деле оно идет сразу с годом. Поэтому давайте уберем здесь month name, так отдельно загрузим. И уже преобразованную дату, которая будет не в формате числа, а в формате даты уже как день-день, месяц-месяц, год-год. Тип смещения уберем. Это нужно для того, чтобы выводить не только обычные даты, но и делать более сложные, комплексные календари, которые будут содержать в себе различную информацию об остатках, о движениях товара и прочие вещи. Если вам интересно, обязательно напишите в комментариях. Разберем какой-нибудь кейс с более сложными календарями, как с ними работать и что с ними делать. Главное не забыть сделать такую штуку, как drop table. Мы просто удаляем таблицу, и она не попадает в финальную загрузку данных. Она просчиталась, но мы ее не будем видеть здесь в визуализациях, так как у нас нет TMP data, у нас не будет никаких значений здесь. И нам здесь TMP data не нужна, как в принципе данная визуализация. Вернемся к нашей изначальной визуализации и заменим здесь меру на дату. Теперь мы видим, что у нас появилось много пустых дат. Давайте отсортируем. Весь приход товаров был на первое число месяца. Но мы обогатили наши данные всеми недостающими днями. Понятно, что ценность такой визуализации не очень большая. Если бы у нас здесь были какие-то конкретные продажи на каждый день, мы могли бы видеть, что у нас какой-то день не было продаж. Но мы с вами можем посмотреть, как это будет, если мы заменим ключевое поле даты на созданное вновь ключевое поле календарь месяц-год. Заменить дату на месяц-год. Мы видим, что у нас пропавшее удаленное поле за май, в данном случае 2014 года, теперь отображается, и оно отображается с информацией о том, что продаж не было. Если бы мы просто загружали без мастера календаря эту информацию, этой записи бы не было. И глазами было бы очень тяжело понять, что в мае 2014 года продаж не было. Я надеюсь, эта тема была для вас интересна. Не забывайте нажимать на кнопочку «Подписаться», на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, нажимать на сердечко, чтобы я понимал, что данная тема вам интересна. И не бойтесь писать в комментарии, что бы вы хотели, чтобы я разбирал в дальнейшем, потому что тем еще очень много. Например, в следующей части я буду рассказывать о том, что такое переменные, как их использовать, какие есть базовые функции агрегирования. в визуализациях Кликсенс будет много очень интересной и увлекательной информации. Всем пока и удачи. Увидимся.